Помимо богатого праздничного стола и долгожданных подарков, многих ангарчан заботят вопрос новогодних развлечений. Конечно, большим спросом пользуется пиротехника. В преддверии самого волшебного торжества специалисты потребительского рынка составили список торговых мест, реализующих данную продукцию. К ним разработан целый ряд требований. При проведении мониторинга беседуем с хозяйствующими субъектами о правилах торговли пиротехнической продукции, соблюдении безопасности, о наличии информации для потребителей, об ограничении продажи возрастного ценза, то есть до 18 лет, чтобы вся маркировка была соблюдена, чтобы не было вскрытой упаковки пиротехнических изделий. Нельзя пиротехническими изделиями торговать на улице. Продавцы обязаны пройти обучение и уметь пользоваться средствами пожаротушения. Их наличие в отделе строго обязательно. Это проверяют сотрудники МЧС, как и сертификат качества товара и, самое главное, его состояние. В одном из торговых объектов обнаружено пиротехническое изделие, где упаковка была нарушена. В данный момент сейчас с нами проводятся мероприятия, и виновное лицо будет привлечено к административной ответственности. Административная ответственность предусмотрена с частью 1 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений. То есть штрафные санкции как на граждан, должностных лиц, так и на юридических лиц. За подобное нарушение физическому лицу грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностному – от 6 тысяч, а вот юридическому придется заплатить от 150 тысяч рублей. Месячник по противопожарной безопасности в Приангарье продлится до середины января, а в Ангарском округе – еще до праздников. Специалистам необходимо проверить 28 объектов. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Роман Буйнов. Местное время.